Ежегодное обращение губернатора Московской области к жителям уже не только традиция, это требование закона. В этот раз обращение к населению Подмосковья было совмещено с отчетом перед Московской областной думой, так что информация, которую представил Андрей Воробьев, была, пожалуй, исчерпывающей. Своё выступление губернатор начал с комментария непростой экономической ситуации. На мой взгляд, это не очередная турбулентность на рынках, это новая реальность. Мы должны иметь свой план стратегического развития, тех отраслей, где традиционно, исторически мы имели преимущество. И, конечно, мы должны научиться внедрять инновации. Здесь одна из главных ролей отдана особым экономическим зонам. В скором времени еще одна начнет свою работу в соседе Щелковского района, городе Фрязино. Чтобы поддержать интерес бизнеса, заявляю, что мы создадим в особых экономических зонах уникальные условия для новых резидентов. Освободим от налога на прибыль и имущество на первые 8 лет ставка будет ноль. Следующие 6 лет 5%, тоже невысокое. И затем 13,5%. Вопрос не в количестве, в конечном счете, особых экономических зон, индустриальных парков. Это важно, чтобы они развивались еще и в качестве их работы. В связи с этим очень важно, чтобы все, не только главы муниципалитетов, но и вообще все, кто занимается управлением в Московской области, это понимали и нацеливались на достижение конкретных целей. Так губернатор поручил главам муниципалитетов активнее работать с предпринимателями, помочь им в продвижении площадок. В Щелковском районе такая работа ведется еженедельно в рамках отдельного совещания с инвесторами. После поступления губернатора я горд за Московскую область. И понимаю, что вклад в Щелковский район в район Московской области тоже достойный. Уверен, что эта речь губернатора дает нам дополнительный импульс к тому, чтобы Щелковский район развивался уже в более экономическом направлении. Безусловным приоритетом в социальной сфере губернатор назвал здравоохранение. За прошедший год более чем на 50% был обновлен парк скорой помощи региона. Расширяется и инфраструктура, а в Щелково появилась новая подстанция скорой. Однако основные проекты в капитальном строительстве с нетерпением жители города Щелково ждут открытия перинатального центра. Мы открываем в этом году новые родильные дома Балашиха, Пушкина и Ступина. Завершаем строительство перинатальных центров в Коломне, Щелково и Нарофоминске. В 2016 году мы введем их в строй, как и обещали. В образовании основной упор также был сделан на развитие инфраструктуры. Благодаря строительству новых детских садов очередь в учреждение дошкольного образования среди детей с 3 до 7 лет на 2016 год по области практически отсутствует. В Щелковском районе она равна нулю. Следующие на очереди школы, а точнее проблема вторых смен. За 3 года мы построили 55 школ и смогли сократить вторую смену на 11 тысяч человек. В 2020 году со второй смены по аналогии с детскими садами мы должны закончить. Те задачи, которые поставил губернатор, они говорят о том, что во-первых не снижается социальная направленность всей нашей работы. Это и строительство новых школ, строительство детских садов, школ искусств, то есть социальная направленность как бюджета, так и всей работы на Витнице. Для развития массового спорта в регионе было построено более 50 физкультурно-оздоровительных комплексов и 358 спортивных площадок. Гордостью Щелковского района стала новая ледовая арена имени Владислава Третьяка. Мы договорились о том, что сделаем ставку на массовый спорт. Мы сократили содержание профессиональных команд, где-то нашли спонсоров, спасибо им, и все деньги направили на массовый спорт. В развитии дорожно-транспортной сферы правительство стремится как количественным, так и качественным преобразованием. Для снижения напряженности на дорогах были реализованы крупные строительные проекты. Так, в Щелковском районе появилась долгожданная эстакада над Чикаловским переездом. Также губернатор подчеркнул необходимое совершенствование транспортной схемы. Здесь много посылов от карты «Стрелка» до новых видов общественного транспорта. Стратегический для нас проект легкорельсовый транспорт. Коридор для первого участка трассы Подольц-Домодедово-Раменской определен. Пропускная способность на уровне 300 тысяч человек в сутки. ЛРТ свяжет между собой города Подмосковья, а поездка по маршруту будет занимать 40 минут вместо двух часов. В экологии большое внимание планируют уделить снижению антропогенного фактора. Жителям Подмосковья уже успели полюбиться акцией посадить дерево. В 2016 году, по словам губернатора, количество посаженных массивов должно превысить объем санитарных вырубок. Также Андрей Воробьев подчеркнул необходимость модернизации очистных сооружений региона, что особенно актуально для Щелковского района. Для наших жителей Щелково это очень актуальный вопрос. Мы должны реконструировать наши очистные сооружения, после этого приступить к очистке к лязьмы. И у нас есть полигон, который надо будет закрывать и утилизировать. Ну и нам нужно качественно убирать и утилизировать мусор. В сфере ЖКХ одной из самых масштабных задач является расселение из ветхого жилья. За три года в регионе в новые дома переехали 14,5 тысяч жителей. Однако в неподходящих условиях по-прежнему проживают 12 тысяч человек. Так, в городе Щелково в новые квартиры в 2016 году должны переехать 300 семей – жителей Первого Советского переулка. Прошу Минстрой опубликовать конкретные адреса. Конкретные адреса расселения. Члены Щелковской делегации, депутаты, представители общественности и бизнес-кругов, побывав на обращении в Доме правительства региона, отметили знаковость этого события. Привлечение общественности всей области, каждого района к отчету, послушать отчет губернатора Московской области не только перед депутатами Московской областной думы, но и перед всей общественностью. Рассказать о тех результатах деятельности в целом, услышать достижения, услышать проблемные вопросы. В первую очередь я как житель Щелковского района отметил, что все выступление губернатора было нацелено, направлено на то, чтобы повысить комфортность проживания жителей Подмосковья, чтобы им стало комфортнее жить. И вот на этом фоне и задачи были озвучены, в том числе для бизнеса. Не только задачи, но и продолжения. Продолжения очень интересные по привлечению инвестиций, по созданию благоприятного климата.